комментарии давайте отвечу на один вопрос спасибо за контент не изменится ли рынок в будущем так что ваша информация и понимание перестанет работать просто боюсь научить а лет через десять за десять лет первое ты можешь заработать уже очень много денег это раз во вторых мне говорили это 20 лет назад когда я начал это делать потом говорили 15 лет назад потом 10 потом 5 потом год назад есть такое понятие которое называется понимание рынка давайте объясню эту вещь почему на рынке можно научиться зарабатывать на рынке есть всего два игрока покупатель продавец и весь рынок подчиняется формуле спрос-предложений этот рынок ничем не отличается от например базара элементарного где там продают орехи есть человек который продает орехи есть человек который орехи покупает то есть это невозможно абсолютно даже если этому учится море людей почему потому что задача трейдер это дня 5 радиit2 у других рейдер это абсолютно ошибочная идея некоторые люди думают что трейдеры сыграет деньги друг у друга трейдеры не забирают и деньги друг у друга честно мне абсолютно безразлично сколько заработает или сколько потерял другой трейдер я зарабатываю денег на том что я ищу крупного игрока крупного покупателя или продавца и пытаюсь к нему зацепиться, и вот этот кусочек того продаж, которые кто-то делает другой, или те покупки, которые делает кто-то другой, я пытаюсь относить вот этот маленький кусочек. Добрый день, в одном из ваших видео вы говорили, есть три составляющих трейдера, это вход, выход и тренд. Как, по вашему мнению, этих трех составляющих более важные, чем понимание рынка, и все одно и то же? Понимание рынка – это правильный вход, выход и правильное определение направления тренда. Но вы только что ответили на свой вопрос, все, что перечислили, это и есть самые важные составляющие, которые именно базируются на понимании рынка. То есть, если вы понимаете направление тренда, запас хода и точка входа, это и есть понимание рынка. Поэтому все составляющие, они очень важны, нельзя понимать направление и неправильно зайти, поэтому все три составляющие, которые вы перечислили, они очень важны. Здравствуйте, Саня Михайлович, такой вопрос в видео в гостях про блокчейн. Сказали, что без понимания рынка уровня и паттерна можно засунуть в одно место. Вы, видимо, обучающие видео, вы говорите про уровень и жди свой сигнал на ТВХ. Что вы имеете в виду под пониманием рынка, ведь профессионал торгует только одну модель? Скорее всего, что вы не смотрели обучающие видео, вы, наверное, смотрели то, что есть в открытом доступе. Абсолютно верно. Могу еще раз сказать, что без понимания рынка уровень и паттерна можно засунуть в одно место. Объясню, почему. Рынок состоит из четырех основных китов. Обычно говорят, три кита, четыре кита. Кит номер один, естественно, это уровень. То есть без понимания уровней торговлю построить практически невозможно. Второй, это следующий, самый важный фактор, гораздо важнее фактор, чем новости. Это энергия, которая копится на рынке для дальнейшего движения. Вы должны понимать эту вещь. Для того, чтобы инструмент куда-то пошел, в нем должна быть энергия. Если в инструменте нет энергии, то, по сути дела, он вряд ли куда-то пойдет. То есть, что такое энергия? Это какие крупные группы пытаются набрать или слить свою позицию. Это очень важный фактор. Третий очень важный фактор, это понимание направления движения. Вы можете понимать энергии в рынке, вы можете понимать уровни. Если вы не понимаете, в какую сторону инструмент будет идти, у вас шансов для заработка никаких нет. И четвертая, это точка входа. Поэтому не вопрос один, модель. Еще раз, трейдеры как таковые, они не торгуют модель, они торгуют понимание рынка. То, что вы говорите модель, эта модель относится только к точке входа. То есть, например, ложный пробой или пробой. Вот это и называется паттерн. То есть, паттерны, они больше относятся именно к execution, то есть, к покупке и продаже. Но они не относятся к пониманию рынка. Например, если вы понимаете, куда идет рынок, это гораздо важнее, чем понимание какого-то паттерна. Потому что, если вы в 80% в случаях правы в направлении, то точка входа для вас не будет играть очень большую роль. За час все, что я знаю, рассказать нельзя. Скажу даже больше, даже за 100 часов нельзя рассказать. Скажу даже больше, все, что вам я рассказываю, это приблизительно 5% того, что я знаю. И сегодня ко мне обратилась девочка, студентка, которая стала. Она сказала, что она была в четырех местах, училась в четырех местах. Все, чему ее учили, это треугольники, флаги и все остальное. Притом люди, даже буду без имен, очень именитые. И когда я услышал, что человек, который там пытается себя назвать именитым трейдером, обучает людей треугольниками, флагом, то честно у меня к этому человеку практически никакого уважения нет. Потому что рынок не подчиняется треугольникам, флагам. С точки зрения паттерна, есть определенные паттерны, которые работают. Но если вы не понимаете, как устроен рынок, то паттерны вообще абсолютно работать не будут. То есть можно запрограммировать абсолютно все паттерны. Абсолютно все. Ничего тяжелого в этом нет, если вы хороший программист. Но если у вас нет понимания рынка, как себя повел инструмент, то треугольники, флаги и все остальное сразу говорят, можно выкинуть. Это работает только в симбиозе с пониманием рынка. То есть это может являться точкой входа. Например, пробой восходящего треугольника. Но мой совет один. Неважно, кто у кого учится. Но если вы у кого-то учитесь, спросите человека, почему работает треугольник, почему работает флаг. Не просто нарисуйте треугольник и возьмите какую-то книжку, в которой написано, что треугольник работает. А найдите этому объяснение. Человек, который вас учит, он обязан. Тот человек, который берет деньги за обучение, он обязан вам объяснить, почему работает треугольник. А треугольник – это обыкновенное поджатие. Это разбивание лимитных игроков, которые стоят на встречу перед уровнем. Коих очень много. Потому что никто не хочет заходить после этого. Все хотят получить свою цену. Об этом вам никто не расскажет. Это те вещи, которые вы должны понимать. Поэтому сразу рассказываю, когда вы сказали, что за час я рассказал. В рынке такое количество маленьких деталей, которые невозможно рассказать ни за час, ни за день. Скажу даже больше. Даже если бы я вам провел суперкрутой вебинар там на 4-5 часов, вы бы ни хрена не поняли. Потому что информация, которая новая, мозгом практически не воспринимается. Поэтому если вы думаете, что я вам что-то недоговариваю, мне не жалко. Просто человек не может воспринимать физический объем информации, который ему дает. Нужно понимание рынка. Сегодня я вам попробую это показать. Понимание рынка заключается в том, в какую сторону идет инструмент. Раз. Насколько сильный инструмент накопил лонговую или шортовую позицию – два. Насколько честно себя ведет инструмент – три. Что такое честно себя ведет инструмент? Очень часто бывает такое, что инструмент, например, показывает лонговую позицию, лонговую картиночку, то, что он будет идти вверх. Но на самом деле он будет идти в шорт. Мы не всегда можем объяснить это по одной простой причине. Потому что мы не знаем истинные интересы покупателя или продавца. Потому что кто вчера смотрел мой инстаграм, я на инстаграме вчера сказал, что очень часто бывают такие ситуации, когда крупный игрок просто прикрывается опционами. Запомните одну вещь. Между хеджированием опционами и прикрывается опционами – это две разные вещи. Хеджироваться опционами – это ты, когда ты пытаешься либо урезать свои риски, а прикрываться опционами, когда ты не хочешь показать трейдерам или инвесторам, насколько у тебя крупная позиция. Абитрия Ленинг, привет, объемы применяешь при анализе уровней и зон, как подходили, как отбивали скрытые покупки и продажи. Я не смотрю скрытые покупки и продажи, я просто смотрю или на горизонтальных уровнях, которые я провожу, просто есть очень сильный объем, сугубо для подтверждения. И был ли набор позиций? Не более того. Радив. Здравствуйте, Александр Михайлович. Сотни раз убеждался, что уровни работают на Форексе. Даже на Форексе, но почему так происходит, непонятно. Неужели крупные покупатели и продавцы договариваются, гоняя цену по определенным уровням? Или простого народа? Какая закономерность? Ну, другой, Радив, я отвечу на ваш вопрос. Так, что дело в том, что не договариваются, просто идет борьба за ценовой уровень. То есть есть определенная цена, на которой происходит скопление ордеров. И эти вещи видны, да? То есть это уровни, либо где есть объемы, либо там, где больше всего цена растолкалась. То есть когда крупный игрок видит, он сам устанавливает эти уровни, побеждая покупателя или продавца. Так как есть два игрока, которые борются за определенную цену. Мой совет один. Вы пытаетесь сейчас узнать, из какого дерева создан приклад для автомата. Это знать не надо. А потому, что вы не знаете, с какой стали сделан, или чугуна сделан двигатель вашего автомобиля, я не думаю, что вы от этого будете ездить быстрее. Самое главное, работайте с уровнями, верьте в ваши уровни и отторговывайте ваши уровни, и тогда будет вам счастье. Выносной бар, что мы называем выносными барами или выкупаемыми барами, это когда, обращайте внимание, всегда, когда кто-то хочет, это может называть доджем, кто-то еще хочет называть. Самое главное, чтобы было выкуплено очень сильное падение. Когда выкуплено очень сильное падение в рынке, при том, если вы перейдете на короткий таймфрейм, и это сделано вот так, это одно из самых сильных движений, это показывает то, что в инструменте появился очень сильный покупатель, который готов выкупать инструмент по рыночной цене, потому что все, что вы делаете, вы выкупаете рынок именно рыночными ценами. Поэтому, когда вы видите вот такое вот очень сильное движение и полностью очень сильный возврат, тогда вы должны понимать, что в инструменте появился крупный покупатель. Естественно, это также работает вверх, когда инструмент, например, идет сильно вверх, а потом по-простому закрывается вот здесь. Здесь немножко другая ситуация. Здесь это значит, что очень многие покупатели просто повыходили. Это две разные вещи. Если в этой картинке не значит, что появился продавец, то в этой картинке это однозначно значит то, что появился покупатель. То есть они могут быть идентичны, например, в одну и ту же сторону, вернее, в разные стороны. Но давайте скажем так. Это будут абсолютно разные картинки. Вот эта картинка будет гораздо сильнее, чем вот эта картинка. В этой картинке просто видно, что когда инструмент очень сильно пошел вверх, это похожая картинка на геймстоп. И все начинают по-простому с него выходить. Эта картинка показывает, что когда инструмент очень сильно упал, в инструменте появился очень сильный покупатель. Поэтому это так называемые сигналы. И тем сегодня не просто даже ликбез, а рассказывают такие секретики. А это всегда двигаться против большинства. Может ли быть наоборот, если да, то в какой-то момент. Вопрос очень хороший, ответ на него предельно простой. Ответ – да, рынок может идти наоборот, при условии, что крупный игрок набрал свою позу, и у него нет времени и сил больше вас выкидывать. И вы будете сидеть в этом инструменте и зарабатывать вместе с ним деньги. Поэтому если вы будете в правильном направлении с крупняком, крупняк вас выкидывать не будет. Может ли во время реализации инструмента другой крупный игрок собрать себе позицию? Ответ – да, 100% да. И скорее всего это будет контртрендовая позиция. Если сильные на сильном рынке, те, кто растут быстрее, а слабые на сильном рынке – это те, кто растут медленнее, то кто тогда сильные на слабом рынке, слабые на сильном? Вы отвечаете тут на свой вопрос. Те, кто падает быстрее или медленнее рынка, зачем тогда вообще нужны для торговли слабые на сильном, слабые на слабом? Нет, вы абсолютно неправильно сказали. Сильные на слабом рынке – это акции, когда рынок падает. Это те акции, которые идут вверх. Они падают медленнее, чем падают другие. Если вы посмотрите дни, когда S&P упал на 10% за несколько дней, были акции, которые пошли вверх. Вот эти акции называются сильные на слабом рынке. Слабые на сильном рынке – это те акции, которые стоят против рынка. Вам они тоже нужны, потому что когда рынок растет, у вас есть акции, которые падают. Это акции, которые называются слабые на сильном рынке. Это акции, в которых идет своя игра. Если человек видит, что рынок растет, начинает продавать какой-то инструмент, который слабый, этот человек знает больше, чем все остальные. То есть это нестабное поведение. И любой человек на рынке, который зарабатывает деньги, это человек не со стабным чувством. Вот ответ на ваш вопрос. Правильно ли я понял, что в принципе не анализируете график между уровнями, тот отрезок графика, что между двумя уровнями, а лишь определяете покупателя-продавца уровня, потом ждете дохода графика до следующего уровня, чтобы снова определить покупателя-продавца именно на уровне. В теории, да, я смотрю реакцию. То есть когда я сижу в позе и собираюсь высиживать позу, стараюсь посмотреть в первую очередь, как инструмент идет, на каких барах подходит. То есть если инструмент будет лететь к своему очень сильному уровню, скорее всего я буду готовиться выходить. Если он будет подходить медленно, скорее всего я останусь. Все хорошо на истории. Выловить момент флет-пробой канала, откаты, принять решение на вход на живом графике или отбой от уровня сложно. На какие факторы надо обратить внимание, чтобы не попасть на ложный сигнал. Кто-то сказал, что все хорошо на истории. Вы разговариваете с человеком, который торгует 20 лет. Я не торгую, я не демо-трейдер. Я суммарно проторговал миллиарды долларов. Суммарно, миллиарды. У меня было практически больше 1 миллиона сделок. Поэтому есть огромное количество видео наших, в которых мы говорим, как избежать попадания в ложный пробой или еще что-то. Поэтому это не история. Самое главное, вы должны правильно идентифицировать уровни, а как это уже делать, вы должны продолжать учиться. Поэтому заходите на наш канал, на YouTube-канал. Огромное количество видео, как определять правильный уровень, как проводить. Плюс не забывайте, дорогие друзья, каждый понедельник, то есть 2 раза в месяц, у нас есть обзор рынка Форекс, где я вместе с вами провожу уровни в реальном времени. Никакие постфактумные явления не берутся во внимание. Поэтому следите и смотрите. Добрый день, есть покупатель, продавец. У каждого есть свой болевой проб. При закрытии девки относительно уровня будет паника. Или покупатель, или продавца. Знаете, кто будет закрываться, заходить в позу. Можно ли построить на этом систему? Конечно, можно. Получается зеркальный уровень. Ну, конечно, можно построить на этом систему. Но вы не забывайте, что, к сожалению, есть такое понятие, как ложный пробой. И они бывают ложные пробои. Но ответ один, естественно. Понимать, кто кого победил. На этом реально можно строить систему. Иногда встречая, как закрытие по эмикенту происходит по цене уровня, тем самым закрываясь ни выше, ни ниже. Что делать в таких случаях? До лет же носа. А в первую очередь надо смотреть, что все-таки направление надневки. Крайне могу так сказать, что иногда это крайне редко. То есть очень редко, чтобы цена просто закрылась копейка в копейку. Такое бывает, но это не будет очень часто. Из-за каких ситуаций нужно обязательно смотреть все-таки на общее направление. И в данной ситуации нужно смотреть, конечно, на открытие. Но в первую очередь, если цена не может превысить предыдущую цену, это скорее всего больше будет срабатывать, как именно не победа одного игрока над другим, а скорее всего, что цена упирается в лимитный уровень. По поводу всех движений вы разделяете такое мнение, что все стаканы на биржах – это одно, но движет цену один глобальный комп. И все биржи оттуда получают котировки. К тому же каждый по-своему ответ однозначно нет. Мнение с вами не разделяю. Все движения зависят от крупного игрока, которому нужно купить или нужно продать. Тем более, чтобы вы понимали, только лонговый покупатель или продавец может толкать акцию вверх или вниз. Добрый день. Можете объяснить, что значит чистое движение в бумаге, что такое резкие движения внутри инструмента, насколько они могут быть резкими? Ну, это вопрос называется «масло масляное». Чистое движение в бумаге – это когда инструмент идет без остановок. Один бар за другим, например, восходящий или неходящий. Это и есть чистое движение. А резкие движения внутри инструмента, я вообще не понимаю, о чем вы говорите, внутри инструмента. То есть, элементарный инструмент может просто быть зажат в канале верхними и нижними уровнями и очень резко двигаться внутри этого уровня, что означает только одно, что он просто набирает позицию. Александр, можете объяснить, почему от уровня в большинстве случаев цена делает слабое возобновление? Спасибо, Девиндос, Александр. Абсолютно неправильный факт. Абсолютно. Объясню, почему. Дело в том, что ответ на ваш вопрос, но его как таково не существует. Почему? Потому что никто не знает, насколько инструмент сильно может разогнаться. Я видел длинные консолидационные моменты, когда инструмент стоял на уровне, например, месяц-два, потом улетал вверх и, например, стоил там 10. Давайте сделаем так. Я даже сейчас, по-моему, у меня такой инструмент есть. Я вам просто покажу пример и покажу, как вы абсолютно неправы. Вот смотрите внимательно. Да, хорошо, что есть примеры, хорошо, что есть герчи. Вот смотрите внимательно, видите, инструмент простоял больше месяцев, очень долго отконсолидировался, видите, на одной и той же цене и с одного доллара пошел в пять раз. Я думаю, что ваше, так сказать, заявление о том, что цена делает слабое возобновление, абсолютно неверно. Бывает такое, конечно, мы никогда не знаем, сколько инструмент набрал. Но если инструмент очень долго стоит на одном уровне, то там будет длинная реализация, то есть там инструмент будет очень долго идти. Конечно, со слабого. Это представьте себе запас бензина. Если в баке 10 литров поедете, это количество, если в баке 50 литров проедете, n умножить на 5. Вот и все, простая математика. Можете рассказать подробнее, что значит ваше степермен слабее сильнее рынка. Я отвечал на этот вопрос, скорее всего, вы неправильно видите. Что такое сильнее и слабее рынок? Это когда рынок идет вверх, а инструмент не идет так быстро вверх или идет вниз. Это значит, что инструмент стоит слабее рынка. То есть, когда инструмент идет вразрез со скоростью, с направлением и углом рынка, например, угол там вот такой, а инструмент идет вот так, это значит, что там меньше покупателей. Это и есть сила или слабость рынка. Следующий вопрос. Торгую американские акции через интеракты брокерс. Обратите внимание, что при сильном падении некоторые акции в ценовой зоне получают запрет на шорт от биржи, а некоторые нет. Хотя падение сопоставимо у тех или других. Очень хороший вопрос. Отвечу. Смотрите внимательно. Вы написали свое мнение. Я сейчас его зачитаю, но оно неверное. Мое мнение, в смысле ваше мнение. Если падение происходит по инициативе крупного игрока, то запрета на шорт нет. А если инструмент валит улица, там нет крупняка, то биржа дает запрет на шорт. Абсолютно вы не правы. Смотрите. Почему бумага становится шортовой или не шортовой? Первое. Для того, чтобы понять, почему бумага шортовая или не шортовая, для этого нужно понимать, что такое шорт. Шорт – это торговля акция, которой у тебя нет. То есть, по сути дела, брокер, сам брокер, он одалживает тебе акции других клиентов, которые владеют этой акцией в лонг. Если вы внимательно посмотрите на соглашение между вами и интерактом брокер, у вас есть соглашение о том, что вы имеете право, вернее, брокер имеет право в одностороннем порядке одалживать ваши акции другим клиентам. Если инструмент очень сильно упал, то есть было задействовано большое количество шортов. У Бокера, в частности, интеракта, брокер самый большой, самый лучший, нету лонговых акций для того, чтобы дать нам шорт, только поэтому бумага становится не шортовой и не более того. Здравствуйте, Александр Михайлович. Насколько важно, необходимо уметь читать котировку ленты при торговле ананализа? Скажу честно, что сейчас это уже ничего не дает из-за того, что огромное количество сделок проходит через ECN, так называемые электронные системы, и лента уже ничего не дает. При торговле евро-доллар периодически наблюдает такую ситуацию. Низкая владельность в ожидании новости. Это абсолютно нормально. Никто не хочет брать риски. Затем ориентировочно за 15 минут до новости резкое движение в ее сторону, а непосредственно при выходе новости уже менее сильная реакция евро-доллара. Значит ли, что в игру вступил крупный игрок, обладающий циверской информацией, или есть другое объяснение? Могли бы вы показать на графике евро-доллар две сделки внутри дня, открытые и закрытые, согласно вашей стратегии? Это у нас обзор рынка по понедельникам происходит по поводу вашего ответа. Когда начинается владельность во время новостей, в дело вступают большие спекули. Нельзя сказать, что они владеют инсайдерской информацией, они просто знают расположение сил и гонят туда инструмент. Дальше, если вы посмотрите хитрость, одну, которую вы, скорее всего, не замечали, то вы увидите, что когда на инструменте начинается первое 15 или 20 минут расколбас, если вы сложите вот этот тренч, он практически всегда будет одинаковый. Этот инструмент сходил вверх-вниз, вверх-вниз, и эта ситуация будет практически равна нулю. То есть в конечном итоге крайне редко, чтобы инструмент куда-то потом очень сильно пошел после новости. Поэтому я всегда говорю, в период новостей очень аккуратно торгуйте, очень аккуратно ставьте стопы, то есть очень аккуратно ставьте стопы. По одной простой причине. Стоп в 10, 15, 20 пунктах его просто снесут, и вы будете просто мясом для оков. Предположим, вы увидите отличный сигнал для входа в шорт или лонг. Но рынок отступит в обратном направлении, будете ли вы заходить в такую позицию. Однозначно. Скорее всего, вы никогда не смотрели мои видео или не обращали внимания на то, что я говорю. Я всегда торгую инструменты, которые не ходят за рынком. Моя главная креда – это торговать инструменты, которые отвязаны от рынка, которые живут своей жизнью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...